Каждый раз, когда мы собираемся, бывает разная ситуация. У нас за 17 лет 17-й конкурс. Сложные бывали времена, когда у нас пандемия была. Но даже в сложные такие времена мы не прерывались, а продолжали вот эту традицию конкурса Холопова. Это, конечно, конкурс, но все-таки в этом конкурсе каждый себя проверяет. Что он достиг, на каком уровне планки он находится. Вы молодцы, вы на хорошем уровне планки точно все находитесь, потому что вы все уже преодолели один тур, вы уже победители. Но дальше будет следующий ранжир, вам нужно будет проявить себя в следующих испытаниях. Я надеюсь, что тоже у вас будет все замечательно. Мы первый раз проводим этот конкурс без нашего замечательного друга, профессора чудесного Ирины Васильевны Коженовой. Она ушла, наверное, вам всем известно, из жизни осенью этого года. Но вот у нас пришла замечательная идея в голову, вот у Ярослава Александровны, и мы все это поддержали в один голос, сделать такую премию, приз Ирины Васильевны Коженовой, специальный приз это называется, и он будет вручаться как номинация истории музыки. Он боролся именно за уровень лучших, потому что это самое главное, чтобы планка все время держалась на должном уровне. И имейте в виду, что если вы будете по-настоящему работать со своим талантом, который у вас есть уже по определению, вот именно поэтому вы здесь и находитесь. Это некий знак качества, который вы уже получили. Но это ничто без работы. Поэтому если вы будете по-настоящему работать, все у вас получится. Я обращаюсь ко всем композиторам, к теоретикам. Вы – единая семья для нас. Традиция эта живет не только в памяти тех, кто у него учился, кто с ним работал, но и тех, она возобновляется, она жива, потому что те, кто читает его тексты, его книги, приобщаются к этому способу мыслить, слышать музыку. Поверьте, мы рады этому, потому что мы можем от вас тоже чему-то научиться. Мне кажется, для музыкантов, по-меньшему мере, вот внутреннее ощущение, что музыка оправдывает все, оправдывает в том смысле, что подтверждает, что смысл есть, что в этом есть возможность понять друг друга даже тогда, когда оказалось все возможности взаимопонимания исчерпаны. То есть, когда слова действительно становятся бессильны, музыка становится сто крат важна. И вот это, мне кажется, ну, для тех, кто при музыке, по-меньшему мере, делает не то, что понятно, но просто очевидным, вот в трудные времена, что музыка, да, это то, что нам все объяснит, что нам поможет выдержать сложности, да, и то, что надо хранить. Спасибо. Спасибо.